Моя собственная практика показывает о том, что можно говорить что угодно. Есть ли фактор, связанный с тем, что если цена на нефть упадет, то России будет плохо? Да, есть. Потому что, что бы там ни говорили, значительная часть доходов бюджета России происходит за счет нефтегазовых доходов, которые непосредственно получают. Чтобы говорить об опасениях, и есть некое такое понятие бюджетного стимула, что у нас экономика, например, даже по итогам 2023 года, во-первых, была некая адаптация российского бизнеса, во-вторых, был бюджетный импульс, то есть государство в принципе много тратило денег. И получается, что экономика в основном выросла за счет обрабатывающей промышленности, которая обслуживает спецоперацию, которую ведет Россия на Западе. Я не знаю, и никто на самом деле не знает, что произойдет. То есть, если говорить о том, я изучил порядка 18 стратегий ведущих инвестиционных домов, то есть и глобальные инвестиционные дома, и российские инвестиционные дома. А если говорить о том, какие риски, которые могут привести к снижению цен на нефть, это конфликт Китая вокруг Тайваня, обострение ситуации. Но при этом, опять-таки, есть ожидание, что там раньше 2025-2026 года ничего не произойдет. Да, немного подуются, может быть, будет какая-то конфронтация, будут пытаться провоцировать Китай, но Китай еще не готов. Это глобальное падение экономики. То есть, опять-таки, проблемы в американской экономике, в европейской экономике. Причиной, опять-таки, является высокая инфляция, которую не удается сдержать, что инфляция может быть кратковременно напогашена, но потом снова непосредственно будет расти. И здесь получается, что причиной падения цен на энергоресурсы является то, что, в принципе, экономика будет падать, и, соответственно, цена на нефть может упасть. Вообще, рассуждая о теме, упадет цена на нефть или не упадет цена на нефть, как я лично на этот вопрос смотрю, будет или нет, никто не знает. Пытаются предугадать это, угадай-ка 50 на 50, то ли будет, то ли нет. То, что, например, я однозначно в какой-то степени понимаю сейчас, что в ситуации, если цена на нефть снизится, государство все равно будет компенсировать выпадающую часть доходов. Компенсация выпадающей части доходов, как правило, будет осуществляться путем демвальвации рубля. И если все-таки произойдет событие, связанное с тем, что цена на нефть упадет, экономика России замедлится, а государство надо будет где-то все равно пополнять бюджет, то государство пойдет на то, что рубль будет слабее. И, значит, доллар будет дороже. Если смотреть на первый квартал, у нас есть, а, предвыборный год, у нас в марте выборы, у нас, соответственно, до марта месяца есть продажи экспортерами валютной выручки. У нас есть, Минфин возобновляет продажу валюты из золотовалютных резервов. То есть сейчас для того, чтобы в какой-то степени погасить инфляцию, есть административные меры, которые влияют на курс рубль-доллар. И это может привести к тому, что я уже не один месяц об этом говорю, что доллар может уйти в диапазон 80-85. И это просто хороший момент для того, чтобы подстраховаться, если вы думаете, что доллар будет больше, а он будет больше, если будет цена на нефть низкая, и государство будет девальвировать рубль, то есть цену выше. Вы просто можете купить доллары. Желательно доллары, опять-таки, покупать через золото, желательно доллары покупать через замещающие облигации, как доступны квалифицированным инвесторам, так и неквалифицированным инвесторам. В случае, если будет девальвироваться рубль, то компании-экспортеры, которые продают сырье, они будут зарабатывать достаточно хорошо. То есть что лично я хочу? Я хочу иметь спокойствие. Мне, с одной стороны, в рублях я могу сейчас, в фондах ликвидности, в облигациях, я могу зафиксировать для себя доходность от 10 до 15% годовых на 3-5 лет. Это неплохая доходность. И тогда ответите на вопрос, верите ли вы в то, что инфляция в России в следующие 3 года будет от 10 до 15% в год. Если вы говорите «да», тогда не покупайте облигации, не покупайте фонды ликвидности, покупайте акции. Если вы боитесь, что девальвируется рубль, покупайте экспортеров. Рубль девальвируется в случае падения цен на нефть. Рубль будет девальвироваться. Никуда ты от этого не уйдешь. То есть это закономерное правило. И для нас, конкретно, в чем это выразится для потребителей? То, что доллар будет дороже, то, что мы перестанем ездить в заграничные отпуски, импортные товары будут стоить дороже. Здесь защита может быть в чем? Защита может быть в покупке товаров длительного пользования каких-то импортных, которые вы реально планируете в следующие 3 года купить, 5 лет. И здесь, наверное, да, это будет более грамотное решение. Купить их сейчас, может быть в рассрочку, может быть в кредит. Просто элементарно, потому что если доллар будет стоить 120-150, вы должны понимать, что даже переплаты процентов по кредитам, они сейчас уже не маленькие. Это все равно будет меньше, нежели чем вам покупать, когда цена вырастет. Потому что логистические сдержки здесь тоже вырастут. И поэтому здесь ответ практически применимый, не являющийся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, сводится к тому, что если вы ожидаете этих рисков, то у вас должны быть компенсационные механизмы, которые этот риск нивелируют. Основной риск падения цен на нефть выражается в валютном риске, что в этом случае все, что связано с ценой в валюте, все вырастет. Если вы боитесь падения цен на сырьевые товары из-за глобальной экономики, то в этом случае вы должны понимать, что если прямая зависимость цены на сырье упали, доллар вырос. Все, что торгуется в долларах, оно цены в рублях тоже приведет к тому, что произойдет увеличение цены. И вы должны понимать одну простую вещь, что если есть компании, которые продают свои товары за доллары и что торгуются в долларах, то эти компании будут получать больше рублей. И вы от этого заработаете. Что если вы покупаете замещающие облигации, которые номинированы к долларам, и они выплачивают вам купоны, то вы получаете долларовую доходность. То есть вам в этом случае нужно смотреть и ориентироваться на то, что вам нужны такие активы, которые обеспечивают денежный поток в валюте. И здесь уже широта мыслей для вас, как для инвесторов. Вы можете покупать импортные товары сейчас по курсу 88-85, потому что если курс будет 150-160, этот товар просто элементарно в рублях будет стоить дороже. Защитите свои рублевые активы, как минимум. Более лучший вариант – это получать денежный поток в долларах, замещающие облигации, компании-экспортеров, золото, акции компании-золотодобытчиков, акции компании-экспортеров, которые продают свои товары за валюту непосредственно. Вот и все. Таким образом защищаются валютные риски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!